Итак, друзья, в понедельник в 20 часов у нас стартует практикум для начинающих. Для тех, кто хочет начать заниматься инфодайвингом. Именно начать. Первый, самый первый разговор с собой по душам. Самый первый момент, когда вы попробуете стать настоящим сам собой. По сути, это встреча с самим собой. Встреча с самим собой, в физическом теле, с осознаванием своих ресурсов, возможностей и так далее. То есть мы окунемся в мир чувств, в мир эмоций, в мир вашей души, мир вашего проявления, мир вашей искренности. И поможем осознать этот момент, из чего же состоит ваш момент здесь и сейчас. Вот в какой точке вы находитесь, с чего надо будет двигаться дальше для того, чтобы углубиться. Потому что углубиться все равно придется. Если вы хотите заниматься собой, да и просто хотите быть успешным, здоровым, счастливым и так далее. С чего начать? Очень многие жалуются, что я не чувствую там душу. Я не могу погружаться. Я вот погружаюсь и сразу засыпаю. На самом деле эта проблема есть, но это не проблема. Это значит в теле, именно в физическом теле, оно забито программами, блоками, травмами. Назовите это как хотите. Оно забито информацией. И эта информация не позволяет пройти вовнутрь. Почему? Таким образом психика защищается от того, что все эти слои оптом поднимутся и будет разнос. И этот разнос нарушит ваш привычный автоматический режим жизни. Когда у вас все заведомо известно, и вы это относите либо к карме, либо к роду. Кто-то виноват, либо род, либо карма. На самом деле это вы автомат. И у вас два источника подкачки информации, которые с одной стороны подкачивает рост, с другой карма, которые говорят, все равно ты не проснешься, ты будешь спать, спать, спать. И вы согласны с этим. Но как только у вас возникает вопрос, я все-таки хочу сам, я хочу сам формировать эту жизнь, я хочу видеть, как мое сознание творит и проявляет в моменте здесь и сейчас. И осознавать как. Да, я хочу этому научиться. Потому что нам очень часто пишут, мы хотим, как вы. Смотрите, господа, мы не уникальные. Конечно, Наталья Зайцева, Ирина Остапук, по закону парадокса, таких больше в мире нет. Но при этом наши психические способности абсолютно натренированы. Мы к этому приходили абсолютно осознанно, путем занятий, интереса, тренировок и так далее. И мы говорим, что ровно эти же возможности есть в психике каждого человека. Каждого. То есть вы можете пойти помолиться какой-нибудь святой и ждать, что она вам что-то за вас делает. И вы можете быть этой святой, которая все для вас это все делает. И вы выбираете сами. Вы будете это делать сами, проявлять это сами. Либо вы будете продолжать выносить ответственность за свою жизнь. И вот, когда начинаешь смотреть на инфодайинг с этих позиций, понимаешь, что один аспект – это творение чудес. Чудесное исцеление. Вот мы сидим на теме здоровья, но на самом деле это один аспект. А инфодайинг в спорте, его возможности. Это же свой ресурс человек сам себе позволение отводит. Как прыгать, как бегать. Именно сам человек назначает себя победителем, чемпионом и так далее. Эти все ресурсы в человеке, они где-то. И в то же самое время мы можем взять отношения, счастье, семейное счастье. Дети, рождение здоровых детей. Воспитание детей. Воспитание их счастливыми, успешными, реализованными и так далее. Опять-таки, финансовая часть, бизнес, реализация. Это все про инфодайинг. Потому что там, где интерес, там и деньги. Не где деньги, там интерес, а где интерес, там и деньги. И пошло, и пошло, и пошло. И вот через инфодайинг человек приходит к себе. На самом деле, открытому, искреннему. Все, вот в эту точку. Это точка старта. И либо вы идете действительно в искренности и в гармонии с собой, либо вы идете во лжи и в дисгармонии с собой. И в зависимости от того, какую тропу вы выбрали, вы так и идете. То есть будет у вас автоматический режим, потому что вы сопротивляетесь и говорите, не пойду, не пойду, не пойду. А сценарий все равно, он будет смотреться, он не будет прерываться. И тогда вам автомат вынужден подбрасывать сценарий в виде рода, либо в виде кармы. Либо вы осознаете, приходите и начинаете учиться. И на сегодняшний день альтернативы инфодайингу нет. Поэтому мы, осознавая, как тяжело сделать первый шаг в инфодайвинг, как много подмен на этом пути, как много можно уйти в медитацию, в расконцентрацию, в йогу, еще куда-то, где вы опять будете себе лгать, где вы опять будете заниматься не своим, где вы опять будете искать не себя, все выносить, продолжать выносить себя. Мы решили, что имеет смысл сделать вот такой вот практикум, когда мы человека просто сделаем возможность, развернем, развернем и дадим возможность посмотреть в самого себя. этот практикум будет состоять из двух частей 1 часть будет теоретическая там будет и лекционная часть что не часто бывает на наших занятиях там же будет и практическая часть там же будет и погружение и там же будет и домашнее задание то есть практикум достаточно насыщенный такой именно для самого себя приход к самому себя встреча с самим собой и так в понедельник 12 июля в 20 часов начала до 22 предварительное время старт с платформы с обрешен subretion.com подключайтесь если вам интересны вы если вам интересно заниматься собой если вам интересно ваше развитие ваше движение ваша жизнь приходить приходить